Здравствуйте! Это Открытая Кухня. Ни для кого не секрет, что уход за кожей – залог сохранения молодости. Многое зависит и от питания. Сегодня на нашей кухне хозяйничает врач-косметолог Анна Телегуз. Вместе с ней мы приготовим крем-суп с креветками и овощами, а на десерт – ароматные маффины. Как это часто бывает? В 25 лет тебе говорят, что еще слишком рано, а в 30 – чего ж ты так долго тянула? Я про первый визит к врачу-косметологу. С какого возраста нужно начинать пользоваться услугами специалиста? Какие уходовые процедуры эффективны, а какие вмешательства во внешность напросто опасны? Узнаем у врача-косметолога, основателя клиники 1881 Анны Телегуз. Партнер проекта «Открытая Кухня» – группа компаний «Планета Витаминов». Продукты «Планеты Витаминов» заморожены с помощью шоковой заморозки, сохраняя максимальное количество полезных свойств продуктов, природный вкус и цвет. На каждой упаковке указан рецепт, который более подробно вы можете узнать на сайте компании в разделе «Рецепты». Спрашивайте продукты «Планета Витаминов» в магазинах города. Анна, здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня у нас будет красиво везде, в том числе на столе. Расскажите, что мы приготовим? Мы сегодня будем готовить сливочный суп с брокколи, со шпинатом, с цукини, с креветочкой. И на десерт у нас будут очень вкусные маффины. Отлично! Мы начинаем с маффинов, потому что они отправляются в духовку, определенное время там находятся, и нужно успеть их потом будет достать и съесть. Да, отлично! Начинаем! Для начала мы возьмем сахар. У нас все уже отмерено, граммовочка, да? Да, это прям вообще здорово! Сахар, и нам нужно будет два яичка. Вообще необычный сегодня у нас эфир, потому что готовит у нас шеф-повар своей личной кухни, да, мы так назовем, своей личной семьи. И главное-то что? Косметолог. Вот сегодня мы у вас узнаем, как нам всем быть красивыми, правильно питаться и в то же время ухаживать за собой тоже правильно. Так, сейчас мы это все взбиваем. Все, то есть нам нужна вот такая консистенция, да? Да. Миксер еще нужен будет? Миксер можно его убрать уже. Хотя оставьте. Потом, потом же мы потом добавляем. Да, давайте мы тогда, да, да. Давайте я подержу. Что дальше туда идет? Дальше мы добавляем сливочное масло, 80 грамм. Оно не замороженное. Вот здесь у нас 100. Да. Мы на глаз отмеряем, 20 убираем, потому что оно нам потом пригодится. И 80 отправляем в яичную смесь. Да. И снова, да, у нас миксер в деле. Я просто делаю это постоянно. Я просто делаю это постоянно. Ну, ничего страшного. Мы сейчас помешаем. Конечно, можно взбивать гораздо, ну, дольше, прям, белую пышную пену. Сметану. 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 Сметана у нас жирненькая. Да, 20 процентов, 230 грамм. Кстати, очень удобно, что есть такие прям уже готовые. Угу. Там 230, то есть надо отмерять, там, 250 или там 200 добавлять, да? То есть... И еще не надо обманывать себя, думая, что я сейчас сделаю очень полезный десерт, добавив туда обезжиренную, ну, например, обезжиренную сметану. Это будет не так вкусно. Поэтому здесь все, какое есть, такое мы берем. И потом тоже немножечко перемешаем, когда будем муку, да, добавлять, да? Да. Сейчас мы будем просеивать муку. Мука высший сорт. Да. И можно даже я вот так вот делаю, чтобы было удобненько. То есть мы должны ее просеять, насытить, да, кислородом. Это важно, поэтому сетичка на готове. Поэтому просто ложками муку туда высыпать совершенно все по-другому. Да. Готовим для любимой семьи. Расскажите, пожалуйста, кто ваша любимая семья? Это двое деток, муж и маленький пес. Вот так. Оскар. Оскару достанутся маффины, если вы... Это слишком, я не ужирник. Вы говорите, двое деток, но я знаю, что у вас старшая дочь уже помощница, и она тоже умеет готовить. Вы передаете ей это все, да? И она, кстати, тоже очень классно готовит маффины. Маффины. Она у меня такой экспериментатор. Так, сейчас мы добавляем немножко ванильного сахара тоже сюда. Так, я ложечку. Да, большую? Ваниль, он вообще, в принципе, очень дает такую вкусную галаматную. И в муку мы немножко тоже добавляем разрыхлителя. Это разрыхлитель. И теперь... И сейчас миксер пойдет у нас... Все, снова к бою оружие. Так, здесь главное резко это не делать. Я, пожалуй, отойду. Так, теперь мы остальное, да? Да, остальное. То есть мы постепенно ее туда погружаем, просеиваем обязательно всю, которую мы решили добавить в наши маффины, потому что мы хотим, чтобы они были воздушными. Были воздушными и нежными. Да. Все, снова. Все, готово. Консистенция, да, такой густой сметаны. Да. Так, мы это сейчас немножечко тряхнем. Нужно ложечкой. Потому что дети потом нам не простят. Да. Я помню, как мы все время облизывали эти вилочки. Я бы сейчас сделала то же самое, но я же уже взрослая девочка. Делать это при деле зрителя не будем. Мы боролись, да. Да. Так, теперь можно будет уже компоновать. Накладывать, да. И выкладывать их. Накладывать будем. Красоту. Консистенция должна быть такой густой-густой сметаны. У нас уже есть, так, получается, разрешить 12 формочек, которые мы будем как раз-таки и погружать в духовку. Аня, сколько примерно это будет у нас выпекаться? Минут 15-20. 15-20 минут, и температура довольно высокая, 200 градусов. Да, 200 градусов. Все, выкладываем. Да, здесь главное не переборщить. Да, потому что они же будут потом еще подниматься. Конечно, поэтому нам надо до серединочки. То есть мы распределяем по ложечке во все 12 формочек. Я буду вам помогать. Давайте. Откуда у вас, ну, во-первых, любовь, а во-вторых, такое умение готовить на всю семью? Ну, много, часто и постоянно. Ну, наверное, это привила моя мама. Угу. У меня мама тоже очень много работала в свое время. И мне просто, скажем так, она отдала мне свою кухню. И сказала, дочь, хочешь кушать? Да, давай, вперед. Тем более, что у меня был младший брат, которого я баловала всякими. Сейчас история повторяется. А у вас дочь, и у нее есть младший брат. Да, теперь раскладываем все остальное. Угу. То есть полностью всю. Да, мы, получается... Мы все распределим. Просто когда мы выкладываем, ну, нижний, назовем это, может быть, даже слой, да, оно немножко проседает, и мы можем дальше выкладывать, чтобы не наляпать беспорядочно. Да. Нам нужно красивое. Сюда можно положить ягодки, можно яблочко, грушу, то, что любит. Что ваши дети любят, что вы обычно в вашей семье? Это груша, ну, по большей степени такая, более такая плотная груша. Угу. И, ну, ягода, допустим, клюква, она крупная. Угу. Парочку положил, она такой с небольшой кислинкой получается. Такая очень вкусная композиция. Что-то сверху мы будем выкладывать или в духовку они отправляются вот таким образом? Да, они отправляются в духовку вот таким образом, а потом мы просто посыпем их сахарной пудрой. Можно также делать крема, но у нас же пп. Про пп мы обязательно еще поговорим. Но когда речь идет о сладостях, о маффинах, мы всегда об этом забываем. И это не всегда плохо, потому что себе в удовольствиях постоянно отказывать нельзя. Итак, наши маффины отправляются на какое время? Примерно на 15 минут с температурой 200 градусов в духовку. Мы прервемся на короткую рекламу, после чего вернемся к приготовлению уже супа. Ни для кого не секрет, что уход за кожей – залог сохранения молодости. Многое зависит и от питания. Сегодня на нашей кухне хозяйничает врач-косметолог Анна Телегуз. Вместе с ней мы приготовим крем-суп с креветками и овощами, а на десерт – ароматные маффины. Маффины в духовке еще будут примерно минут, наверное, 10. И мы можем приступать к приготовлению нашего супа с креветочкой. Да, кстати, очень актуально. Такой зелененький в нашу беленькую зимушку. Да, да, да. Зиму и креветка – это продукт, который… Я не знаю, есть такие люди, которые… Я не люблю креветки. Мне не нравятся креветки. Тигровые особенно не нравятся, которые побольше вообще. И крабы тоже. Да. Тоже нет вообще. И уберите. Это, наверное, те люди, у которых аллергия. Они просто себя утешают. Да, это точно. Но вот креветка как раз-таки… Мы же хотели с вами поговорить про правильное питание, потому что сейчас, мне кажется, у большинства людей вот к вам такой вопрос. Расскажите, пожалуйста, насколько питание важно для нашего внешнего вида. Потому что врач-косметолог может сказать, вот ты, наверное, проверь-ка пищеварительную систему или еще что-то. Как вы это скажете? Это тот орган, который как раз-таки очень хорошо влияет… Нет, не то, что влияет, он показывает, что у нас не так внутри. Как обезьяна всех болезни. И мы, получается, мы, собственно, то, что мы едим. И при каждом заболевании, скажем так, не просто же раньше, в советское время, был там стол номер пять, стол номер шесть и так далее. Да, то есть это были действительно обдуманные, продуманные, действительно эффективные вещи. Но где они остались, слава богу. Ну вот смотрите, знаете, мне всегда это интересно. Когда вы смотрите на человека, который пришел к вам на прием, вот есть ли, например, высыпания какие-то внизу, что вы скажете, что нужно проверить? Вообще желудочно-кишечный тракт. А если это… Очень часто, либо по-женски. Женски, да. Если это лоб, например. Тут мы смотрим… Ну, это гормональный, да, сбой какой-то. То есть мы… У кожи это три болячки. Это, собственно, по-женски, желудочно-кишечный тракт и, собственно, кожа. Самый большой орган. Мы всегда забываем, мы думаем, что органы – это что-то где-то внутри. Но кожа тот самый большой орган, который нам… Который, да, который мы должны беречь. За ним ухаживать с молодым, как за зубами. И есть правильные продукты. Пожалуйста, вот у нас сейчас в наш супчик отправляются брокколи и шпинат. Он заморожен, но выглядит, как будто вот только что с грядки это все сняли. И, ну, так и есть. И шоково, собственно говоря, в морозилку отправили. Насколько по времени мы будем отправлять? На 10 минут. На 10 минут. Потому что цукини варятся тоже достаточно быстро. Вообще, если берете свежий, да, можно взять там и свежий шпинат, естественно, мы тогда время сокращаем. Быстрее, да. И здесь уже очень удобно то, что все разобрано на соцветия, да, там… Да, все чистенько, обработанное. То, что ты там дальше, скажем так, уже тебе не надо. Суп будет очень красивый, яркий, зеленый, действительно так. С розовыми красивыми креветочками. Так, у нас как раз подогрелось. Теперь как раз про креветки. Мы укладываем креветочки. Вообще без масла, да? Пока да. Потому что они сейчас вообще немножко дадут сок. Свой собственный, да? Но у нас осталось от маффинов, я помню, что мы 20 граммов оставляли масло. Это как раз-таки для креветочек. Мы это… И мы это сейчас, сейчас они как раз дали водичку. Сейчас они немножечко, скажем так, выпарятся вода лишняя, не нужная. И мы уже… Мы будем их поджаривать до… Золотистой такой красивой просто корочки. Наверное, корочки. Давайте продолжим с вами разговор про правильное питание. Вот сейчас, мне кажется, мы однозначно пп-шный рецепт делаем, так? Ну, не совсем, потому что туда будут добавляться сливки. Но, кстати, я взяла сливки, можно брать 10%, можно 20, да? Мы взяли 10? Мы взяли 10. Ну, немножечко, все равно процентовка уже меньше. Ну да, но можно, что кто, допустим, любит наваристый, да, супчик, я чаще добавляю, допустим, одну картофелинку тоже, для того, чтобы он был такой, был погуще, да, то есть это такой более зимний, такой студеный вариант нашего супа. В Китае картошку называют лекарство «откуда бы», поэтому если у вас ребенок плохо ест, например, или, ну, так, худенький, знаете ли, можно добавить картошку. Если нет, то картошку мы убираем. Так, прибавить, да, чуть-чуть? Да, мы прибавляем немножечко, чтобы просто побыстрее выпарилась водичка. Выпаривается вода, и после этого мы можем уже… Добавляем масло, и они так красивенько у нас обжариваются. Анна, расскажите по поводу расписания питания. Сколько раз в день вы рекомендуете есть? Мы просто смотрим на вас и понимаем, что вы знаете, каковы, да, ответы на эти вопросы. Но, зная, что у вас очень плотный рабочий график, работаете вы до вечера, вот как вы скажите, вот практически, да, до 9 вечера, как вот не прийти домой и не наесться вдоволь? Это главный вопрос всех. На самом деле, да, я уделяю сейчас себе немножечко обязательно на обед. Ну, утро, да, это обязательный ритуал. Это либо каша, как правило, многозерновая. Варю ее детям, мы с ума тоже лопаем. Вот. Благодаря детям я питаюсь правильно. Вот они, для чего они нам нужны. А, конечно же, потом обед, ну, а вечером хочется действительно прийти, и, как вы говорите, наесться всему просто. Здесь, конечно же, если такой был еще напряженный день, я так и делаю. Я ждала, что вы скажете, у меня есть секрет, значит, слушайте. Да. Ну, это должно быть редко, конечно. Ну, знаете, правильно же, что лучше уж ложиться спать сытым человеком, чем голодным? Вот для организма-то, для своего, мы же его любим. Учитывая то, что мой день не закончен, да, и дальше продолжается работа, то есть, ну, получается, я ложусь очень поздно, и для меня даже если я вечером поела, то самое главное не кушать прямо перед сном, да, то есть это, ну, должно быть хотя бы за 4 часа до сна. Да, я пытаюсь посчитать, во сколько вы ложитесь спать. Я понимаю, что да, действительно. Поэтому, да, ну и что-то больше такое белковое. Конечно же, это не углеводы, не жиры, а что-нибудь такое, там, элементарно, креветочки какие-нибудь, там, кусочек язычка. Кстати, язык тоже считается таким более таким жирным, да, продуктом. Что касается детей и подросткового возраста, чипсы, газировки, я не буду все время... Сладкие ваты. Да, 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 да. Которые нас свыдут. На самом деле, я, наверное, строгая в этом отношении. То есть вы своим не разрешаете? Да, я не разрешаю. Это делают они с папой, когда они идут куда-нибудь гулять. А вот. А потом я смотрю, что у них весь род в вате, и я начинаю ругаться. Ну, это влияет на кожу ребенка? Однозначно. Однозначно это влияет не только на кожу, это на пищеварение и на все. В первую очередь на зубы, которые у них улетают очень быстро. Вот сейчас мама с папой испугались, и чипсы убрали подальше. Да, сладкие ваты, сладкие газировки, все это, конечно же, вредно. И, да здравствуй, гастроэнтеролог называется. И стоматолог в первую очередь. Да, в общем, вся медкомиссия. Все, готово, да? Все, готово, да. Преветочки готовы. Мы их оставляем немножко подостывать, теперь ждем, когда у нас дойдет суп. Так, все, да? Теперь мы добавляем сливки. Добавляем сливки все. Хорошо. А мы смотрим по консистенции. Пока работал блендер, я выложила уже наши маффины, они готовы, вот такие красивые. И теперь останется только посыпать сахарной пудрой. Все, готово. Больше мы ничего не добавляем? Нет. Все, забираю. И ставим на огонь. И теперь на огонь, но ненадолго. Суп, он начинает кипеть. Все, потихоньку. Мы его убираем. И можно ложечкой, ага, либо ложечкой. Все. Мы немножечко его перемешиваем. Мне кажется, все готово. И теперь мы как раз-таки выкладываем все блюдо для подачи. Должно быть обязательно глубоким. Так. И вот у нас появятся яркие краски на фоне нашей белоснежной тарелки. Зеленый супчик и ярко-розовые креветки. Теперь можно маленькую ложечку или большую ложечку. Мы делаем вот так. Оливковое масло. И немножечко красиво. Рисуем картину. Это такой финальный штрих. Хотя финальный штрих у нас креветочки. И креветки выкладываем. Покажите, как. Тут как душе угодно. Ой, упала. Сверху, чтобы было видно, что они там есть. Да. И тут, как говорится, душа поет, играет, рисует. Можно украшать также зеленью. В любом случае это очень красиво, очень вкусно и полезно. И сверху мы присыпаем специи любимых. Перец ужин. Да, можно перец. Чуть-чуть. Коветка любит перца. Все, наш суп готов. Маффины тоже. Я предлагаю сейчас заварить вкуснейший чай и поговорить о красоте. Давайте. Сверхуемся на рекламу. Спонсор программы группа компаний «Планета витаминов». Овощи, ягоды, фрукты и грибы – один из главных источников витаминов, углеводов, органических веществ и минеральных элементов. Замороженные овощи, ягоды, фрукты и грибы группы компаний «Планета витаминов» – это качественно, полезно, натурально и удобно. Спрашивайте продукты «Планета витаминов» в магазинах города. Как это часто бывает? В 25 лет тебе говорят, что еще слишком рано, а в 30 – чего ж ты так долго тянула? Я про первый визит к врачу-косметологу. С какого возраста нужно начинать пользоваться услугами специалиста? Какие уходовые процедуры эффективны, а какие вмешательства во внешность напросто опасны? Узнаем у врача-косметолога, основателя клиники 1881 Анны Телегус. Анна, вот вы знаете, я, мне кажется, сейчас в последнее время замечаю следующую картину. Женщины стали за собой гораздо больше ухаживать, нежели, например, наши мамы или бабушки. И таким образом процесс старения куда-то он все-таки отодвигается. Вы как специалист это наблюдаете все-таки? Да, конечно. Потому что это уже другая косметевтика, не то, что была раньше. Раньше использовали, конечно же, больше натуральных продуктов, там, а с огурчиками полежим, там, сметанкой намажемся, да. Сейчас, конечно же, можно найти достойный бренд. Это не обязательно должна быть дорогая косметевтика, это могут быть аптечные средства, те же виши и так далее, по типу кожи. И она профессиональная, либо полупрофессиональная. Ну, как правило, косметологи, конечно же, работают с профессиональной косметевтикой, которая действительно помогает. Ну, вы знаете, до сих пор, мне кажется, все идут каким-то опытным путем. Моя подруга сделала вот такую процедуру, моя подруга сделала вот это, а пойду-ка я. Как вы к этому относитесь? Вот таким, ну, не знаю, веянием моды? Все же очень индивидуально. На самом деле, очень много прилетает в директ и ватсап пишут, вот, мне так нравится, эффект получен, вот, мои подружки, вот, тот-то, тот-то препарат, давайте мне. Ну, как бы, давайте не будем, да, обобщать, почему? Потому что даже тот же шампунь, который очень хорошо подходит вашей подружке, да, это не факт, что он подойдет. То есть, конечно же, мы смотрим на гармонию лица, на исходное состояние тех же губ, кожи и так далее, да, то, что подходит вашей подружке, маме любимой, не обязательно должно подойти вам. Если человек никогда не был у косметолога, с какого времени все-таки лучше начинать? Вот, давайте предположим, какой возраст примерно, вот, косметолог бы вообще специалисты порекомендовали? Тут все зависит, конечно же, от исходного состояния кожи. Вообще, изначально, можно прийти в косметологию очень рано, но это не говорит о том, что мы тут же берем в руки шприц и тут же, сейчас я тебя закану. А все, кстати говоря, этого боятся. Вот есть такой какой-то стереотип, да. Бояться не нужно. Вообще, к инъекциям именно, да, уколам красоты я бы рекомендовала, опять-таки, не всем, да, приобретать уже конкретно с 25 лет. То есть, с 25 мы действительно начинаем потихоньку увядать. Но в косметологию, в уходовую, да, приходить нужно намного раньше. Это с 18 лет. Почему? Потому что косметолог, он объясняет, как нужно ухаживать за кожей, чтобы в 25 не с выпученными глазами прибежать к косметологу. О, боже, спасите мою кожу. А косметолог говорит, а раньше надо было все, все уже. Потому что, как правило, морщины генетически заложены. Мы их к 18 годам получаем уже в отличном виде, да. Это морщины особенно лба, межброви. То есть, это запрограммированные вещи, которым мы, ну, можно сказать, не можем на них, да, повлиять. И что касается того же ботулотоксина, да, то есть не нужно его бояться. Ботулотоксин – это ботокс. Это один из препаратов. Вот, потому что есть здесь путаница, и люди не разбираются, поэтому, конечно, специалисты… Да, им так проще, да, ботокс, значит, это что-то… Да, что-то страшное сразу. Да, на самом деле ботулотоксины типа А, они у нас разные. Разные производители. Как правило, каждая страна пытается вывести свой токсин. И у каждой страны, у каждого, скажем так, допустим, в России это релотокс, там, допустим, в Франции это диспорт. То есть каждая страна, она пытается вывести свой токсин. Почему? Ну, наверное, это престижно, это круто. Потому что, кстати, у азиатских стран у них свои, да. И, опять-таки, по типу старения, по типу кожи, дозировки, всё это, как правило, подбирается индивидуально. Если столько-то единиц, скажем так, или такой-то препарат был именно поставлен вашей подруге, это не означает, что столько же надо вводить и вам. Вот этим опасны косметологи на дому, когда ходят к знакомой-знакомой, и потом оказываются все с одинаковыми лицами и идут уже к настоящему специалисту. Вот приходят к вам такие жертвы уколов красоты? Ну, скажем так, приходят, да. Приходят, почему? Потому что, ну, они понимают, что они стали как все, да, как все, как тётя Маша, как тётя Глаша, то есть что-то во мне поменялось, я стала как все. Доктор, спасите, помогите. Потому что, ну, очень многие вот эти тренды, да, они навязаны этой модой, вот эти скулы, подбородки, губы, да. Сейчас, слава богу, это всё уходит в лета. Сейчас всё-таки девушки, они становятся действительно более естественны, приятно смотреть. Почему? Потому что раньше всё-таки злоупотребляли. злоупотребляли. Наверное, это было как-то ново, да. Сейчас косметология уже, наверное, вошла в каждый дом, и про косметологию не знает, наверное, только ленивый. Поэтому, ну, сейчас это намного стало проще и актуально и по деньгам, да. И опять-таки опасно, да, что стало очень много нелегалов, да, которые могут навредить и привести, к сожалению, к уродствам. Да, нелегалы, вот давайте сразу объясним, это кто? Это человек, который не имеет медицинского образования, у которого нет возможности вообще работать. То есть это всё, опять же, без сертификатов и разрешений. Да, то есть в косметологию приходят люди, которые вообще не обучались. То есть они, не то, что они не врачи. Это может быть там врач-лазеролог или ещё какой-нибудь там, даже не лазеролог, другой, да, смежной специальности, гинеколог там или кардиолог. Ну, медицинское образование есть, но профильного нет. Да, но профильного нет. Это тоже уже считается неправильным, да. То есть врач-косметолог – это прежде всего дерматовенеролог, да, который прошёл специализацию узкую, это косметология. Вот. А давайте вернемся к первому самому посещению, чтобы все не думали, что это сразу уколы красоты. Первые, самые главные процедуры, которые вот вы предлагаете человеку, который первый раз к вам пришёл. Это, во-первых, консультация. Для начала, да, то есть это подбор уходовых средств. Это мы рассказываем нашим пациентам, клиентам, гостям, что, какая у них кожа, да, на что нужно обратить внимание. Даже спрашиваем, на кого вы больше похожи, потому что генетика, скажем так, очень берёт своё. И если вы похожи на маму, ну, смотрите на маму и делайте профилактику, да, почему? Потому что, значит, это вас тоже постигнет. Вот. Поэтому чем раньше мы начинаем ухаживать за собой правильно, качественной косметикой, то мы тем самым отодвигаем время немножечко наподальше. Но это не говорит о том, что мы не прибегнем, да, к уколам вообще. То есть на одной космецевтике и на уходах, что туда мы относим, это чистки, да, разные, там, а травматичные бывают, бывают глубокие комбинированные, травматичные, да, это если, допустим, есть высыпания какие-то, комедоны и так далее. Вот. И уже потихоньку, да, клиент становится нашим постоянным клиентом, потому что, как правило, жирная проблемная кожа, она нуждается в регулярности, да, в регулярных уходах, потому что в домашних условиях ты, ну, натворишь со своим лицом только больше проблем. Поэтому ты должен это делать профессионал. То есть выдавливать прыщи, угри у себя дома – это зло. Если так, говорю, вы только хуже делаете. То есть потом нам сложнее лечить последствия, да, постакна, рубцы, это гиперзастойные, это все пигментации. Поэтому ни в коем случае, я тоже у меня дочь подрос, тогда я говорю, стою над ней как церковь. Не смей, не смей. Не надо. А вот мальчики, к вам часто приводят подростков именно парней, у них на самом деле гораздо, мне кажется, больше проблем, чем у девочек, вот почему-то так по процентной соотношению я вспоминаю. Ведь действительно лучше привести ребенка, когда, ну, к специалисту, когда у него проблемы, чем самому что-то пытаться делать или думать, что это перерастет, это пройдет. Да, тут, конечно же, нужно подключать других специалистов. Понятно, что гормональный всплеск, да, там, у парней, у девушек, он имеет место быть, но не должно это быть все так вот печально и плачевно, да. То есть это, конечно же, эндокринологи, это, конечно же, гастроэнтерологи. То есть если у ребенка все хорошо, тогда мы, конечно же, идем к тому же драматологу и потом уже к косметологу, который, опять-таки, поможет подобрать уходовые средства на дом, ну, домашний уход, и лечебные, которыми он будет пользоваться, которые будут убирать, скажем так, вот эти все воспалительные элементы. И потом уже, когда все воспаление сойдет, да, то есть человек уже привык к своему доктору, и старение начинает, увядание, скажем так, да. То есть потом это просто уже такая дружба, любовь и до гроба. А вот аппаратная косметология, ваши любимые процедуры, что здесь вы бы порекомендовали, ну, и сказали, что, например, очень популярно сейчас, но, опять же, при консультации специалистов? Сейчас очень актуально лечение как раз-таки пигментации, это сосудистые различные, да, заболевания и эстетические дефекты, такой купероз, да, например. Ну, и вообще выравнивание тона лица сейчас это очень актуально, потому что сейчас зимнее время, да, и какие-то химические пилинги, они, конечно же, хороши, но лазерное омоложение – это гораздо более интенсивное и в то же время оно более щадящее. То есть не каждой коже мы можем назначить пилинг, иначе мы можем, наоборот, навредить, да, и сосуды еще больше будут выражены, чего мы ни в коем случае не должны допустить. Поэтому лазерные методики, они должны быть, скажем так, полностью контролируемы доктором, да, то есть доктор определяет, какая энергия там, да, сколько раз должен пациент прийти, то есть не каждая пигментация – раз и все, да, то есть мы зарабатываем ее годами, а хотим от нее избавиться за одну процедуру. Ну, такого волшебства, конечно же, не бывает. Поэтому это однозначно курс процедур, и мы уже смотрим, и с каждым разом мы там либо усиливаем энергию, да, с которой мы работаем, либо мы подбираем там детально какие-то фильтры, да, то есть, ну, это все настолько индивидуально, но это работает действительно наоборот. Вы заговорили про пигментацию, я вспомнила про солярий. Сейчас холодное время года, и очень многим девушкам не нравится их цвет лица, и хочется как-то немножечко подзагореть, что ли. Вот что вы, как врач-косметолог, скажете любительницам загара? Вы против? Ну, я да. Я категорически против. Во-первых, это нельзя делать, когда ты лечишься, проходишь различные лазерные, там, даже химические пилинги. Я уже не говорю о каких-то уколах красоты, то есть это табу, бани, сауны, солярий. Но даже если мы не прибегаем, скажем так, не ходим к косметологу, ну, скажем так, те женщины, которые злоупотребляют солярием, это 100% женщины, которые будут стареть намного раньше. То есть фотостарение никто не отменял. Да, мы так, собственно, постоянно находимся под воздействием солнечных, да, лучей, и от них мы не прячемся, и не спрячемся ни зимой, ни летом. А ты еще дополнительно находишь солярий, который, скажем так, еще больше тебя... Ну, старит, фактически. Что же мы не будем стесняться. Плюс различные, не дай бог, злокачественные тоже образования. Поэтому на самом деле я могу, допустим, допустить, если пациент едет загорать, ну, в смысле в жаркую страну. Отдыхать, да. Да, и, допустим, раз ходить, чтобы просто не сгореть. Ну, чтобы кожа немножко была готова, да, к такому? Да, это допустимо. Но когда мы постоянно ходим в солярии, ну, это плохо. Появляется очень много различных пигментаций, да, и различных образований на коже. Гиалуроновая кислота. Это словосочетание, которое сейчас вы учили все, даже мужчины. Расскажите, в каких объемах и вообще каким образом вы ей пользуетесь в своей работе? Да, гиалуроновую кислоту действительно не знает, наверное, только линей. Вы сейчас все говорят гиалуронка. Да, 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 все крема с гиалуронкой. Да, гиалуронка. Если гиалуронка, бери. Да, 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 делай, я тебе говорю, я проверяла. Это хорошо. На самом деле гиалуроновая кислота, она может быть действительно как в косметевтике, как в биоревитализации, да, это качество кожи, так и объемные методики. То есть, по большому счету, гиалуроновая кислота это очень хорошо, но опять-таки не каждому типу. То есть, если у пациента усталый отечно-деформационный тип старения, то филеры на основе гиалуроновой кислоты, к сожалению, ими злоупотреблять категорически нельзя. Вы сейчас очень важную вещь сказали, потому что многие косметологи в кавычках, они говорят, это натуральная вещь, она в тебе есть, просто нужно добавить. Добавить. Это заблуждение, правильно? То есть не всем, здесь тоже все очень индивидуально. Да. То ли ты улучшаешь качество кожи, да, при помощи биоревитализации, мезотерапии, биореструктуризации, биостимуляции и так далее, и тому подобное, это одно. Там твои формы, ну, можно сказать, кроме как качество кожи, да, что это тоже, в принципе, красиво, и должны быть начинать изначально с качества кожи, а потом уже добавлять какие-то объемы, да, если они необходимы. Почему? Потому что, скажем так, женщину старят, как и мужчину, не морщинки, как таковые, а ушедшие объемы, потери объема. Это выглядит лицо, оно выглядит более уставшим и таким действительно немножко изнуренным, что ли. Когда в меру добавлены определенного качества, я имею в виду, есть же филеры не только на основе гиалуроновой кислоты, да, то есть в нужное место, в нужным препаратам, никто даже не заметит. Но все будут говорить, ты как-то посвежела, ты как-то похорошела, влюбилась, наверное, да. Да, но при этом никто не скажет, что, о, что, скулы накачала, наколола и все остальное. Или губище себе там накачала. Нет. Все в меру. Да. Вот в этом-то и заключается мастерство в том, что не должно быть видно рук косметолога на лице своего. Все должно быть натурально. Анна, вы знаете, сейчас, я думаю, очень многим нужна помощь косметолога, и прежде всего зимой, конечно же. Расскажите, где вас найти? Мы находимся в самом центре города Хабаровска. ЖК «Культура», улица Тургенева, 48, вход со стороны Комсомольства. Название клиники? Клиника 1881 доктора Анны Телегуш. Все, будем здоровы и красивы. Вам этого тоже желаю. Сейчас мы с вами будем уничтожать маффины. И вам спасибо большое. Это была программа «Открытая кухня». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин